Здравствуйте, дорогие мои! Давно не виделись с вами, а я Дмитрий Трофимов. А сегодня у нас тема. Называется, существует ли энергетический вампиризм? Ну, некоторые это еще называют психологический вампиризм, но не имеет значения. Имеет значение, а вообще существует ли это, или все-таки всякие разные фантазеры это придумали. И я расскажу вам. Да, действительно, энергетический и психологический вампиризм, я считаю, что это одно и то же, он существует. В психологии часто это называется токсичное поведение, токсичное общение. Кто-то это называет нарцизм, в том числе, может быть, психопатия, но это не имеет значения. Имеет значение, что определенный человек воздействует на другого человека. Получается, тот, кто воздействует, это будем называть его вампир, и на кого он воздействует? Это жертва. И жертва отдает определенные ресурсы этому вампиру. И вот, давайте все-таки поговорим, что это за ресурсы. С точки зрения вампиризма, что делает вампир? Он ест или кушает, пожирает кровь, да, у жертвы. Здесь то же самое, только в нашем случае это немножко не кровь, это ресурсы определенные. То есть токсик, опять же, если мы говорим, что есть вампиризм энергетический, то с точки зрения психологии это токсичный человек. Так вот, что же он забирает? Какую энергию он забирает? Первое, первое, это ресурс, может быть, деньги. То есть есть люди, которые, ну, в виде вампиров, они забирают деньги. Ну, то есть просят, чтобы подарки, может быть, дарили, может быть, чем-то угостили, может быть, куда-то вложили деньги, опять же, в этого, может быть, человека. И всячески тоже, опять же, манипулируют. Но это еще не все, это только один из ресурсов. Второй ресурс, это эмоции, то есть жертва испытывает эмоции. Естественно, эмоции должны быть негативные, это очень важно. Негативные эмоции должны, опять же, может быть, и на токсичного человека распространяться. Негативные эмоции может быть на жертву. То есть жертва думает о себе плохо, что он какой-то не такой и так далее. Мир несправедливый, жертва начинает переживать больше. Это все тоже энергия у жертвы, которая отдает вампиру. Следующий ресурс, это ресурс время. То есть жертва отдает время на вампирюгу. И что значит время? Время означает, что он не только взаимодействует с этим вампирюгой. Нет, бывает так, что взаимодействие очень маленькое с вампиром, но думает о вампире очень много и долго. То есть он время уделяет думанию о вампире. И тем самым, опять же, вот какой он плохой, да, вот этот вампир, этот токсик. И вот идет постоянно вот эта мысленная жвачка, постоянно вот эта пластинка. И она не завершается, она повторяется вновь и вновь. И это тоже отдается энергия, время отдается. Следующее, это энергия внимания, называю. Ну или просто внимание. То есть человек обращает внимание на токсика больше. Это тоже является энергией. И важный нюанс, это то, что говорит, опять же, жертва о вампире. Вампир не всегда любит, что о нем должны только говорить плохое, в том числе и хорошее. То есть восхищение вампиром, что он такой потрясающий, великолепный, классный вампир. Какие-то комплименты, это все тоже является энергией. Энергия слова, которое жертва дает вот именно вампиру. Ну, в том числе и, конечно же, негативное. Ах, ты там плохой, вампирюга, ты плохой, токсичный, плохой. Это тоже энергия, это все отдается туда. И все-таки ключевое, да, ключевая энергия, это эмоции жертвы. Это самое главное. То есть остальное тоже важно. Но основная, самая, самая важная, ключевая энергия, это эмоция. Эмоция негативная, которая наносит удар, естественно, жертве. Жертва устает. Жертва отдает полностью всю свою энергию силы на то, чтобы переживать негативные эмоции. Именно для этого вампирюга, конечно, эту энергию поджирает. И он от этого получает удовольствие. И есть еще один вид энергии. Я называю это просто жизненная сила. И вампир, в том числе, всячески пытается именно жизненную силу у жертвы забрать. Она не доказана, нет никакой, какой-то там, какой-то доказательной базы, каких-то экспертов, которые это проверяли. Но я считаю, что все-таки именно жизненная энергия есть. И задача вампира на основе вот этого всего, все, что я обобщил, вот там действия, да, ресурс действия, эмоции негативные, в том числе, деньги и тому подобное, все это вместе, это называется жизненная энергия. И потихонечку этот вампирюга эту жизненную энергию забирает. И можно посмотреть по жертве. Жертва начинает психосоматически заболевать, да, то есть какие-то болезни, какие-то болячки появляются. Жертва начинает в панических атаках находиться, стресс постоянно, тревожность повышается, слишком много переживаний каких-то, человек начинает стареть преждевременно. Все это, опять же, та самая жизненная энергия, которая уходит на вампирюгу. Самое интересное, если вы понаблюдаете за вампирами, вы кое-что увидите. Если у вампира много жертвы, либо одна ресурсная жертва, то этот вампир прямо расцветает. У него такие щечки здесь такие красненькие, он улыбается жизни, радостен, у него все хорошо в жизни. То есть вампир, когда рядом находится с жертвой, он расцветает. А что происходит с жертвой? Я вот много-много раз это замечал, не только одного человека, не только одной пары, как жертва все меньше и меньше становится, буквально, смыслово, сжимается, становится старее, как-то все, волосы могут быть, выпадают, да что угодно может быть. А вампир расцветает, и у него все хорошо, жизнь прекрасна, и может петь даже. И я это замечал многократно. Опять же, жизненная энергия, это основа. Вот именно для этого вампир это все и делает. Да, я в это верю, вы можете назвать это энергетическим вампиром человека, который это делает, а можете назвать психологическим вампиром. Но суть одна, да, энергия забирается. Поэтому ваша задача, в первую очередь, вычислить такого вампирюгу, неважно, как его назовете, опять же, психологически, энергетически, неважно, просто вычислите по определенным признакам, и после этого ваша задача отрезать этого человека из вашей жизни, чтобы он больше так не мог на вас воздействовать и забирать вашу энергию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, встречали ли вы вампиров, и как вы их отрезали из своей жизни. И вообще, просто интересно, расскажите что-нибудь о вампирах вообще. Если вы вампир, то тоже можете рассказать, как вы пожираете жертв. Все у меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!